Аниме Золотая Пора Аниме оказалось сюжетом, который можно сравнить разве что с облаком. С виду она легкая и незамысловатая, а на теле весит 1 миллион тонн. Приятная повседневная студенческая атмосфера. Перемешку с малым количеством шуток, местами абсурдная, запутанная, сопливая, что типично для романтики. Главный герой Тадо Бандри. Нечто созвучное с Мишкой Барни, при милое прозвище даже проговаривать его приятно. Барни, Банри, Барни, Банри... блин... Банри. Барни является первокурсником юридического факультета одного из частных университетов Токио. С виду невзрачный, обычный, спокойный молодой человек, но персонаж, скажем так, с непростой историей. В нем борется я настоящая и я прошлое. Нет, он не шизофреник и вовсе не параноик. Но рассказывая вследствие чего такое состояние возникло, не хочется. Ибо это один из тех цепляющих моментов, которых надо увидеть самому. Первый же день он опаздывает на линейку, ну а зачем вообще на нее приходить, и прибывает к ее концу. Не зная куда идти дальше, Банри столкнулся с Янагисавой Митсу, с которым впоследствии станет друганами. Ну а подойдя к корпусу с будущим корешом, к нему подъезжает подозрительная машина. Оттуда выпрыгивает мафиози и начинает палить, бам-бам-бам, своими пушками во все стороны попадая в наших героев. Да ладно, шучу я. А хотя прикольная была бы развязка. Оттуда выходит миловидная девчушка с букетом роз, плавно она подходит к Митсу и отшлепает его по щечкам. То ж это извращенка. Кага Коку. Подруга детства Митсо, о чьих объятиях он так пытался сбежать, но так и не сумел. Как можно ее описать? Думаю, типичная тупая пизденка отлично отражает ее внутренний мир. Всегда в центре внимания, глупая, дотошная, ремнивая, к тому же истеричка. И кстати говоря, советую не смотреть опенинг. Это скорее всего не опенинг, а спойлер, который впихнули в аниме из-под тишка. Режиссер еще тот шелнишка. Очень жалею, что лицезрелого, так как конец сразу стал очевидным. Ну а теперь мое мнение. В первой серии герой начал встречать роскошных, смутных девиц. Все они крутились вокруг него и я даже подумывал о гареме. Хорошо, что я прогадал, первое впечатление всегда обманчивое и мои догадки не оправдались. В сущности это не моя любви и приятных студенческих годах. Немало порождающих моментов, которые уж точно никто бы не ожидал. Чем-то напоминает русский сериал. Не до конца раскрыты отношения героев. Иногда их поведение вызывало негодование и отвращение. Еще самое главное это нудность. Сюжет быстро надоедает своим однобразием. С шестнадцатой серии я уже с нетерпением ждал конца. Знаете, как по пустыне идешь, чем дальше, тем невыносимее. Не спасают даже мимо пролетающие редкие штуки. И под конец, как они не старались увлечь меня душесчипательными моментами, я уже умирал от зноя. Это не значит, что аниме не стоит просмотра. Многим оно понравится, особенно женской части аудитории. Нарисовку я бы оценил на восемь, не сказал бы, что она идеальна. Но моя же оценка средняя, общая семь из десяти. Ну вот и все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. С вами был Йонко, текст написала Федя. Я пойду поем борща.